В начале своей проповеди я хотел бы почитать место из Евангелия от Иоанна, 1-го, с 9-го по 12-й стих. Иоанн говорит о Иисусе Христе. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». И сегодня я хотел бы говорить о власти. Иисус Христос, когда собирает вокруг себя команду, с которой Он работает, своих учеников, Он дает им сразу их не главное задание. Иоанн, 1-й, 10-й, 7-й стих. «Хотя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное». Кто из них был образованным человеком? Кто из них был знатным? Кто из них имел какой-то авторитет в обществе? Кто может хорошо одевался или на что смотрят люди? Что заставляло людей служить этих учеников? Апостол Павел обращается к одной из первых церквей, к Иеринской церкви. Он говорит, «Посмотрите, братья, кто вы призваны. Посмотрите на себя, оглянитесь вокруг себя. Кто вы?» И дальше он продолжает. «Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных». Это были обычные люди, мы с вами обычные люди, но у нас есть очень важное задание. Господь сказал, «Проповедуйте, что приблизилось Царство Божие». В нашем мире можно часто встретить, особенно на работе, когда начальник дает какое-то задание, и ему очень важно выполнение этого задания. То есть не интересует меня, как ты будешь делать, но чтобы эта работа была выполнена. И часто, когда ты смотришь на те инструменты, которые он дает для работы, ну, видишь, что половина инструментов не годятся к выполнению этой работы, а половины нет. Но знаете, Иисус Христос совершенно по-другому сделал. Он посылает их на очень важную миссию, и Он дает им самые крепкие инструменты. Иван, для Матфея, 10 глава, 1 стих. «И призвав двенадцать учеников своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». Луки, 10 глава, 19 стих. «Се даю вам власть, чтобы наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам». Другими словами, я посылаю вас в этот грешный мир. «Я знаю, что вы пойдете, и вас обступят люди, которые захотят получить здоровье. Обступят люди одержимые. Я даю вам власть, власть над нечистыми духами. Я даю вам власть исцелять этих людей. Вы пойдете в пустынные места, места, которые настроены против человека. Я даю вам власть наступать на скорпионов, на змей». И вот эту всю цепочку начинает евангелист Иоанн. И он говорит, Иоанна 1 глава, 12 стих. «Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть, быть чадами Божьими». Когда Господь посылает свои огоньки в эту вселенную, которая настроена против нас, против Его детей, то Он дает нам такой инструмент, который позволяет нам быть выше греха. Нам позволяет преобладать над грехом. И вот мы читаем, что Он дает нам власть. Независимо от того, понимаем ли мы это, понимаем ли мы, что в нас уже есть эта власть, независимо от того, пользуемся ли мы этой властью, мы ее имеем с принятием Иисуса Христа. Но кто мы без этой власти? Если мы об этом не задумываемся, если мы об этом не читаем, не вдумываемся в эти слова, а идем и проповедуем людям, полагаясь на то, что я вот хорошо подготовлюсь, у меня будет своя схема, как говорит людям, и они должны поверить Богу. Я уделю им больше времени, обязательно это зачтется, и эти люди услышат что-то о Боге. И вы знаете, вот так мы своими голыми руками часто пытаемся идти против этого мира. Но кто мы без этой власти, если мы не пользуемся ею? Я даже скажу больше, что поражение грехом в нашей жизни является последствием того, что мы забываем, что у нас есть власть быть чадами Божьими. Дорогие друзья, это проблема современного христианства. Когда мы свою жизнь заключаем в рамки удобные для нашего понимания, ограничиваемся от Библии и молитвы, которые очень важны. Это основание отношений с Богом. Но часто мы забываем обо всем остальном. Когда мы прячемся от греха, не выходим против него, как Голиафа, понимая, что за нами стоит всемогущий Бог, то мы похожи на маленьких жалких людей, которые, как мыши, прячутся в норах, прячутся, чтобы не встретиться с грехом, прячутся, чтобы не быть пораженным грехом. Почему? Потому что единственное, мы забываем, что у нас есть власть, данная Богом. И я сегодня хотел бы говорить именно о власти. Если мы читаем Библию, мы много мест можем увидеть, но можем так выборочно собирать на эту тему. Но я хотел бы сегодня посмотреть на жизнь одного человека, на жизнь Моисея. На основании этой истории хотел бы такими, как кадрами с кинофильмов переложить это на нашу с вами жизнь, на наши отношения со Христом, как мы шли ко Христу, что мы имеем теперь во Христе. И первое, с чего я хотел бы начать, это будет логичным, это с рождения Моисея. Исход 2 глава с 1 по 5 стих. Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывал его 3 месяца. Мы помним, что был издан указом уничтожение еврейских детей. Но не мог же более далее скрывать его, взяла корзину из тростника и осмолила ее асфальтом и смолой. И положивши в нее младенца поставила в тростнике берега реки. А сестра его остала вдали наблюдать, что с ним будет. И вышла дочь Порованова на реку Моисе, а прислужницы ее ходили по берегу. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Задумывались вы или нет, но в нашей жизни, на момент нашего рождения, нашего детства, уже очень много чего решено. Уже решено, в какой мы стране родимся, в какой мы будем в семье, решено, на каком мы языке будем разговаривать, какой мы будем иметь материальный достаток. Родители решают, в какую мы пойдем в школу. То есть все самые важные такие элементы, которые нас будут потом сопровождать через всю нашу жизнь, нам данной уже Богом. И знаете, это понимать очень важно. В жизни Моисея было точно так же самое. Он родился в еврейской семье. Он родился в семье, народ этот был в рабстве у Египта. Но вот Господь начинает свою работу. Он берет и присылает его в другую семью. Он имеет совершенно другой статус, он имеет совершенно другой материальный достаток, положение в обществе, образование и так дальше. Но знаете, на этом стоило бы остановиться. Часто мы в своей жизни используем вот эти данные Богом, уже такие вот атрибуты нашей жизни. Мы формируем возле себя круг общения, может, по каким-то, не знаю, материальному состоянию. Или по какой-то принадлежности к какому-то народу или к какому-то классу людей, прослойке людей. Вы знаете, очень важно понимать, что Бог уже на момент нашего рождения очень много заложил в нашу жизнь. И мы будем читать дальше, что очень важно понять, зачем Бог это сделал. Как Бог, сопровождая нас по нашему детству, посылая нас в разные места, в эту страну, что Он хочет сделать. И Бог не делает ничего просто так, Он не делает ничего даром. У Него есть наш уже есть план. И, как и Моисей, придет время, и нам нужно узнать, зачем Бог вел нас все это время. И дальше мы считаем, что и Моисей в Египте имел все. Но в один момент он начинает наблюдать внутри себя непонятные ощущения. Он, находясь в египетской семье, он начинает чувствовать тягу к народу, который находится в пленении. Он понимает, что, ну, как бы вокруг все хорошо, но это не его место. И этот момент, вот эта вот картина из жизни Моисея, она напоминает мне маленький эпизод из Откровения. Мне приставляется дверь, и там стоит возле нее Иисус, и Он стучит. Знаете, это такой простой пример, что нам не нужно слышать, видеть какие-то знамения в нашей жизни. Не нужно нам чудеса, но Господь может говорить через нашу совесть, через наше сознание, подсознание, что, возможно, ты сейчас находишься не на том месте. Возможно, ты находишься там, где не должно быть Божьих детей. Может, ты сейчас находишься в опасном духовном состоянии. Вериться не это. Посмотри внутрь себя. Посмотри вокруг себя. И мы читаем дальше. Исход 2-й, 11-й, 12-й стих. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел с братьями своими сынами Израилевыми и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Посмотрев туда и сюда, и увидев, что нет никого, он убил египтянина, и скрыл его в песке. И 15-й стих. И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадианской и сел у колодезя. Тоже маленький отрывочек. Я хотел бы, перед тем, как мы о нем поговорим, понимать или воспринимать фараона не как человека, стоящего при власти и который идет против Бога. Он еще не шел против Бога. Но следует понимать, его человек, который имеет в своих руках право судить. И вот мы мечтаем, что Моисей совершает такой нехороший поступок. Он убивает египтянина. В его голове это благие были мотивы, намерения защищить своего брата, но так по национальности. Но мы читаем дальше, что этого не поняли ни те братья, не понял ни фараон, его никто не понял. Этот поступок никто никак не смог защитить. И что он делает? И он убегает. В нашей жизни, если заглянуть в сердце, в такие уголки, которые известны только нам и Богу, мы можем увидеть, что когда мы совершаем грех, совершаем хоть неправильный поступок, мы так же само, как Моисей, убегаем ради земли лодиамские. Мы убегаем туда, где нам кажется, нас никто не видит. Мы, может, сторонимся чтения Библии, молитвы, нам стыдно, нам неприятно. Знаете, мы сторонимся того пути, который является единственным и правильным. Часто мы убегаем. Часто мы закапываемся внутрь себя. Часто мы думаем, что нас никто не видит, и нас никто не заметит. И дальше нам открывается следующий момент в жизни. Когда он прибегает в одно селение, селится с Яфором, священником мадиамским, он начинает свою жизнь, начинается такая, можно сказать, наша обыденная суета. Он женится, у него рождаются дети, он находит себе работу, он пасет овец, но Бог его не оставляет. То, что он задумал, и те дела, которые он делал в его жизни, когда его еще не было на свете, когда он только был защит, когда Бог его сопровождал все это детство, Моисей, как бы, мне представляется такая картина, что он решил соскочить просто с этого всего. Он убегает. Но и на это был Божий план. И мы читаем исход 3 глава с 1 по 5 стих. Моисей пас овец и афора, тесте своего, священника мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыне и пришел к горе Божией и хорил. И явился ему ангел Господний в пламени огня и среди тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, пойду и посмотрю на сего великое знамение, явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть и возвал к нему Бог из среды огня и сказал, Моисей, Моисей, он сказал, вот я, и сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою и с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Мы читаем, что этот момент, он стал просто переломным моментом в его жизни. Здесь, на этом месте, происходит его встреча с Богом. И знаете, вот этот первый этап его жизни до встречи с Богом, я хотел бы назвать словами Павла. Мы некогда были. Мы некогда жили по своим похотям, по своятости своего, мы поступали так, как нам казалось правильным. Возможно, мы не отдавали отчет своим поступкам. Мы устраивали свою жизнь, но дальше наступает встреча с Богом. Все ценности, все приоритеты в жизни такого человека, они ломаются, потому что Бог дает свое понимание и свое видение этого пути. И с этого отрывка я тоже хотел бы сделать несколько примеров, выводов. Первое, это для встречи с Богом не нужно искать место. Не нужно ждать воскресения, не нужно подбирать время. Но когда человек, он наблюдает за тем, что у него происходит внутри, и когда он увидит вот этот огонь, который начинает пылать, который он не угасает, то очень важно понимать, что в этот момент Господь работает в его сердце. И подобно Моисею нужно сделать какие-то определенные шаги навстречу Богу. Возможно преклонить колени, возможно открыть Библию, возможно там, где мы находимся, вызывать Бога. Второй урок, 4 и 5 стих, я как раз хотел бы прочитать. Господь увидел, что он идет смотреть и вызвал к нему Бог из среды куста и сказал, Моисей, Моисей, он сказал, вот я, и сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Моисей сделал правильные шаги навстречу Богу. Но мы видим, что Бог почему-то его останавливает. Дорогие друзья, когда мы находимся в Божьем доме или в Божьем присутствии, где бы мы ни находились, Господь обращается к нам, остановись, сначала сними с себя обувь. То есть, сними с себя все нечистое, если ты хочешь быть в Божьем присутствии, если ты хочешь иметь живой диалог с Богом, живое общение, чтобы твоя молитва была услышана, сними с себя все нечистое. Если ты становишься на колени и Богу усыпаешь своими просьбами, ты сначала прости брата, которого обидел, попроси прощения у брата, которого обидел, ты сначала прости своих обидчиков, ты сначала разберись со своим отношением с окружающими людьми, людьми, а потом становись на колени. сними с себя сначала вот эту греховную опу, когда ты входишь в присутствие Бога. Часто мы на душе с таким непокоем, поругавшись со всеми окружающими, обсуждая всех окружающих, всех окружающих, осуждая, мы становимся к Богу и говорим свои желания. Но знаете, я не думаю, что Бог слушает такую молитву. Библия не единоразово говорит, что прости сначала разберись со всеми, кого обидел. Разберись сначала с отношениями с окружающими людьми, с братьями, с сестрами, с тем, с кем ты работаешь, а потом ты становись на колени и говори с Богом. Проси в Него прощения. И такая молитва будет услышана. В жизни Моисея происходит встреча с Богом. И Господь сразу же обращается к нему. Исход 3 глава 10 стих. И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте и услышал об его от приставников его. Я знаю скорби его и иду избавить его от руки египтян и вывести его с земли с землю хорошую. Это был 7-8 стих еще с 10 стих. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой и с Иеруси. То есть, Господь говорит, я увидел страдания народа моего и иду его избавить. И дальше Он продолжает, итак, пойди, я пошлю тебя к фараону. Знаете, очень интересное место Господь говорит, я иду его избавить, но ты иди. И в этом месте стоит такой условный знак равно. Господь говорит, я пойду, но хочу, чтобы ты вывел мой народ. Сегодня Господь Духом Святым проникает в сердца, сегодня Дух Святой разбивает каменные сердца. Он изменяет судьбы людей, Он дарует здоровье, здоровье духовное, физическое. Но Он обращается к тебе и ко мне, Он говорит, я хочу, чтобы ты пошел, чтобы ты проповедовал, чтобы ты говорил людям о Христе. Но делай это моей властью, моим инструментом. Делай это в моем присутствии. И наша реакция зачастую бывает похожа на реакцию Моисея. Четвертая глава, первый стих. И отвечал Моисей и сказал, а если они не поверят мне, не послушают голоса моего? Знаете, между тем человеком, которому мы так и не сказали о Христе, и между нами стоит вот эта стена таких мыслей, а если этот человек не послушает? А если он не поймет, что ему сказал, если ему это вообще не нужно? И часто это нас останавливает, чтобы человеку сказать о Боге. Но какое решение предлагает Господь? Что Он сегодня хочет нам напомнить? Читаем дальше, второй, третий стих. И сказал ему Господь, что это в руке у тебя? Он отвечал Жезлу. Господь сказал, бросил его на землю, он бросил его на землю, и Жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. Господь спрашивает у Моисея, что это у тебя в руке? То есть, по сути, что ты имеешь сейчас у себя? И Он отвечает Жезл. Бог берет наши способности, Бог берет наши умения, то, в чем мы уже сформированы, то наше положение, то есть, берет то, что у нас уже есть, и Он влагает в это свою силу. Он говорит, что ты пойдешь в Египет, но ты пойдешь не сам. У тебя в руке будет Жезл. Жезл в нашей жизни это способность молиться Богу и быть услышанным. Это способность нашей молитвой помогать человеку получить здоровье. Это способность просить у Бога во имя Иисуса Христа и получать то, что мы просим. Этот Жезл, он помогает нам говорить о Боге и наполняет наши слова Божьей силой. Эта огромная власть, она находится в наших руках, но наше современное такое поведение больше может представлять себя, то, что мы берем палку и бежим против Египта с обычной палкой. Этот жезл у нас есть, да, где-то он закрыт там в душе, когда мы приняли Иисуса Христа в свое сердце, мы его там аккуратно положили, присыпали пыль, и он там лежит, а сами с палкой бежим против Египта. Это такие моменты, когда мы говорим людям о Боге и надеемся, что наши слова, наша красиво подготовленная речь, она будет услышана и принята сердцем этого человека. Когда мы тратим на человека много времени, думаем, что именно наши усилия, они помогут человеку услышать о Боге. Мы забываем действительно о той усилии, которую дал нам Бог и которую мы не используем. Господь посылает Моисея в Египет, но вместе с этим говорит очень важное замечание, 17 глава, «И жезл сей возьми в руку твою, им ты будешь творить знамение». Этот жезл есть уже внутри у каждого из нас, это власть. Но он говорит, когда ты будешь идти в Египет, когда ты будешь идти против этого греховного мира, возьми этот жезл в руку твою. Что это значит? Это значит, что когда мы держим оружие в руках, мы рассчитываем на силу этого оружия. Как говорил первый правдный, мы можем быть маленьким солдатиком, но когда мы сядем в танк, то с нами будет больше считаться. Вот это власть от силы, которую нам дает Бог. Сам по себе Моисей был обычным человеком, но в руках жезлом, он был инструментом Божьим. Господь говорит Моисею с 15 по 20 стих 7 главы «Пойди к Порвону завтра, вот он выйдет к тебе, ты стань на пути его на берегу реки, и жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою». Так говорит Господь, это 17 стих, «Из всего узнаешь, что я Господь, вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь, и рыба в реке умрет, и река восмердит, и египтянам омерзительно будет пить воду из реки. И сказал Господь Моисею, скажи Аарону, возьми жезл твой и простри руку твою на годы египтян, на реки их, на потоки их, на озера их, и на всякое местилище воду их, и превратятся в кровь, и будет кровь по всей земле египетской, и в деревянных, и в каменных сосудах. И сделал Моисей и Аарон, как повелит Бог, и поднял Аарон жезл и ударил в воде речной перед глазами фарона и перед глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь. Как часто мы сталкиваемся с такими невероятными задачами, которые стоят в нашей жизни, и Бог нас посылает, чтобы решать эти вопросы. Бог дал нам все инструменты для решения этих вопросов, но как часто мы не поднимаем вот этот жезл над своей долгой, как часто сталкиваясь с неверующим человеком, мы начинаем быстро генерировать такие красивые слова, убедительные, может быть, давленные эмоции или еще что-то. Но в этот момент мы редко можем задумываться, что каждое наше слово должно пропитано быть силой Святого Духа. Каждое наше слово должно сопровождаться молитвой. Каждое наше слово, наша речь должна сопровождаться Божьим благословением. Своими силами и своими какими-то ожиданиями, способностями сделать что-то великое просто невозможно. Господь говорит, я даю вам власть. И эта власть, самая большая власть, власть быть чадами Божьими. И Господь будет продолжать действовать через такого человека. Он будет через тебя говорит людям, через тебя будет, через твои святительства люди будут приходить к Богу. Но Он требует одного, чтобы мы взяли эту власть, этот безграничной силой. Кому мы служим, от чего имени мы проповедуем. И мы дальше читаем ряд таких моментов. Я хотел прочитать исход 8 глава 16-17 стих. И сказал Господь Моисею скажи Аарону простри жезл твой и ударь в персть земную и сделай заперсть мошком по всей земле гибетской. Так Он и сделал. Аарон простил руку свою с жезлом своим и ударил в персть земную. Очень важно заметить вот эти слова. Так Он и сделал. Не так они и сделали. То есть Господь сказал простри жезл твой и ударь в персть земную. Два элемента которые им нужно было сделать и написано что именно так они сделали. Простер руку с жезлом своим и ударил в персть земную. Следующий момент исход 9 глава 22 23 стих И сказал Господь Моисею простри руку твою к небу и пойдет грать на всю землю гибетскую. 23 стих И простер Моисей жезл свой к небу и Господь произвел гром и по земле. Когда народ подходит к этому морю исход 14 глава 15 и 16 стих И сказал Господь Моисею Что ты вопьешь ко мне скажи сынам Израилевым чтобы они шли а ты подними жезл твой и простей руку твою на море и раздели его и пройдут сына Израилева среди моря послушай 21 стих И простер Моисей руку свою на море и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь и сделал море сушью и раступились водой Господь дает инструкцию и четкое повеление как пользоваться этой власти Подними жезл над головой и Бог будет делать через тебя свою работу Он стал лицом к лицу с невозможным как можно было перейти столько тонн воды И мы считаем что у была довольно адекватная реакция на все это Он начал взывать к Богу и Бог к нему обращается что ты вопьешь Часто в нашей жизни когда мы сталкиваемся с такими кучей проблем кучей неприятностей мы не можем понять что происходит и мы начинаем взывать к Богу и Бог точно так же обращается что ты вопьешь возьми жезл твой в руку подними его какой это жезл в нашей жизни один из таких маленьких примеров Господь говорит через Иоанна Иоанна 14 14 Если чего попросите во имя Мое Я это сделаю Знаете мы можем к этим словам относиться ну просто как то что записано на страницах Библии но можем это сделать своим жезлом когда у нас в жизни неприятности проблемы мы можем этот жезл поднимать над головой и Бог будет делать через это свою работу когда к Иисусу приходили книжники и фарисеи они говорили какой властью ты это делаешь и кто дал тебе дело власть делать это Иисус Он всегда поднимал жезлом своей головой Иоанна 5 глава 30 стих Я ничего не могу творить сам от себя как слышу так и сужу И суд мой праведен ибо не ищу моей воли на воле пославшего меня Отца Он не единоразово говорит что Я не ищу своей воли Я не от себя действую Меня послал Отец Он дал мне все инструменты для совершения этой миссии на земле И Он говорит Я ничего не могу творить сам от себя А теперь давайте заглянем свою жизнь Как часто мы говорим как Пилат Это Я Это моя власть Я вот этого добился Я хорошо учился я получил хорошую работу Это мои усилия Я приехал в Польшу потому что я знаю как это все оформить как обеспечить этот приезд Иисус говорит Это не твои заслуги Когда мы видим жизнь Моисея Бог ведет Моисея для того чтобы встретить Бога и начать выполнять Его работу Иисус Он говорит Пилату что если бы Отец Мой не дал тебе власть то Он бы ее не имел Но есть очень важное предостережение в использовании этой власти Число 20 глава 7 12 стих И сказал Господь Моисею говоря Возьми жезл и собери сообщество Опять-таки он дает ему четкое повеление Что ему нужно сделать Первое взять жезл и собрать всех людей Ты и Арон брат твой и скажите в глазах их в скале Третий момент Он говорит И скажите И она даст из себя воду и так ты изведешь воду из скалы и напоешь общество и скот его И взял Моисей жезл от лица Господа как он велел ему И собрали Моисей и Арон народ к скале и сказал он им Послушайте непокорные Разве нам из этой скалы извести для вас воду И поднял Моисей руку свою и ударил скалу жезлом своим дважды и потекло много воды и пило общество и скот его И сказал Господь Моисей и Арон за то что вы не поверили мне чтобы явить святость мою предачами сынов Израилев не ведете вы народа всего в землю которую я даю ему Господь дал четкую инструкцию как использовать эту власть Три момента возьми этот жезл собери сообщество и скажи скале но что он сделал я начал обсуждать на этой теме когда услышал интересный вопрос зачем Бог сказал взять жезл если им не нужно было ударять и вот я долго думал над этим вопросом и у меня родилась вот такие мысли этот финальный момент когда нужно Моисею очередной раз до конца правильно исполнить его все пожелания пожелания Бога но Моисей согрешил мы считаем что этот народ постоянно его как-то колол постоянно роптал постоянно возмущался и Моисей потерял над собой обладание он берет жест два раза ударяет об скалу хотя Бог ему сказал всего лишь сказать слово и какие он слова говорит разве нам из этой скалы извести для вас воду это были его самые невдуманные слова в этом проявлении Бог не был ни капли прославлен Моисей говорит разве нам это сделать мы в своей жизни когда что-то делаем мы очень часто употребляем слово я но насколько реже в таких вот знамениях великих чудесах нашей жизни прославляется имя Бога за эту ошибку Бог не дал Моисею ввести народ в землю обедованную дорогие друзья я хотел бы подытожить это выше сказанное сделать вывод первое это то что если ты веришь что Христос это твой Спаситель если ты веришь что Он Мессия Он является действительно тем обещанным Мессией о котором говорили пророки если ты принял Его в свое сердце то знай что ты уже имеешь от Него власть задумайся где ты хранишь эту власть замкнутой в сердце пытаешься проповедовать другим людям своими силами и красноречием пожалуйста но Бог через тебя не будет действовать если ты поднимаешь свой жезл эту власть обращаться к Богу просить у Него все что нужно будет молиться за как сегодня было свидетельство за больных с верой что Господь услышит именно твою молитву именно в этом вопросе когда твой жезл находится у тебя над головой то тогда Господь творит чудеса если ты чувствуешь что у тебя в сердце часто горит какой-то огонь и ты не понимаешь его природу задумайся возможно это стучит к тебе Бог возможно стоит как Моисей сделать несколько правильных шагов понимая что тебе нужно будет от чего-то отказаться что-то оставить это нечистое оставить для того чтобы прийти и быть в присутствии Божьего и третье это сохранить Богу верность сохранить Богу верность в исполнении всех Его заповедей всех Его повелений сохранить чистоту отношений с окружающими людьми быть чистым перед Богом чтобы Он мог действовать через нас да был спит Бог вас меня каждого из нас чтобы мы находясь в этом мире мы не были вот этими маленькими людишками которые бегут с палкой против Египта чтобы мы как Давид понимая что сзади нас идет всемогущий Бог которого не в силах вместить вся вселенная Он стоит за нами когда мы стали перед этим морем которое невозможно перейти человеческими силами чтобы мы поднимали этот жезл себя над головой чтобы и через это было прославлено Его а не наше имя да будет Богу за все хвала и благодарность через наши жизни особенно через нашу практику и через нашу устат Аминь будем молиться я -я 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 Продолжение следует...